Здравствуйте! Сегодня у нас краткий обзор советских люксметров для измерения освещенности U116 и U117. Данные люксметры являются очень похожими по своему устройству. Вот люксметр U116, вот люксметр U117. Последний отличается более высокой функциональностью. Поэтому давайте остановимся в нашем обзоре именно на люксметре U117. Данный прибор позволяет измерять уровень освещенности в люксах до 100 000 люкс. Имеет различные диапазоны измерений от 1 люкса до 100 000. Имеет стрелочную шкалу с зеркалом, что обеспечивает идеально точное фиксирование показаний. Имеет вот такой селеновый датчик. Имеет три насадки делителя. Один к десяти, один к ста и один к тысяче. И вот такой рассеиватель, который одевается сверху на наш фотоэлемент. Прибор U117 имеет пределы измерений в люксах от 1 до 100 000. Имеет стрелочный индикатор с зеркальной шкалой, что позволяет очень точно снимать измерения по шкале. Первые три предела измерений, три кнопки 1, 3 и 10, работают только при наличии внутреннего источника питания. То есть старого фотоэлемента, вот данного, не хватает для того, чтобы обеспечить чувствительность прибора без внутреннего элемента питания. Пределы же 30 и 100 работают без встроенного элемента питания. Итак, прибор имеет вот такой фотоэлемент, собственно датчик, рассеиватель, который накручивается на него. И имеет несколько насадок. Это насадки делители. 1 к 10, 1 к 100 и 1 к 1000. Некоторые называют их светофильтрами. Действительно это отчасти правильно, потому как, если сравнивать с современными приборами цифровыми, при разных насадках будут проявляться некоторые погрешности. Об этом я расскажу немножечко позже. Давайте включим прибор. Прибор поставим на фотоэлемент делитель 1 к 10. Закроем его рассеивателем. И измерим на рабочем месте освещенность. У нас без батареек прибор, поэтому включаем предел 30. Освещенность очень хорошая. У нас зашкаливает показания. Давайте разберемся, как пользоваться прибором. Давайте для начала поставим соответствующую насадку. Самая маленькая насадка в этом приборе 1 к 10, M10. Ставим на фотоэлемент ее и закрываем рассеивателем. Ложим на место, где мы хотим измерить освещенность. В нашем случае это наше рабочее место. Выбираем диапазон, соответствующий для нашей освещенности. У нас очень хорошая освещенность, поэтому можно выбрать диапазон 100, учитывая то, что у нас стоит очень маленький делитель. В данный момент мы пользуемся верхней шкалой, учитывая то, что мы выбрали диапазон 100. У нас на шкале показания около 32. Мы их умножаем на 10 и получаем 320 люкс. В данный момент как раз можно попробовать нажать на диапазон 30, но будет небольшое превышение показаний. То есть стрелка будет зашкаливать немножечко. Вот это хорошо видно, что стрелка немного зашкалила, потому как мы превышаем 30, а у нас 31. Давайте поставим другой делитель или насадку. Это делитель 1 к 100. В данном случае мы можем переключиться на режим 30, так как у нас стоит уже делитель 1 к 100. Вот мы находимся в режиме до 30, то есть работаем по нижней шкале. По нижней шкале мы видим у нас показания около 3, а если быть точным, 2 и 7. 2 и 7 мы умножаем на наш делитель, то есть на 100, и получаем 270. Вы спросите, почему было 310, а стало 270? Да потому что у нас освещенность в аудитории данной естественная, то есть из оконных проемов, и благодаря изменяющейся облачности на улице меняется и освещенность. Давайте поставим светофильтр 1000. Светофильтр 1000. Давайте я покажу, как он выглядит. Вот 1000. Поставили рассеиватель. И выбираем, естественно, наименьшее значение, которое работает без элементов питания, это 30. У нас, подчеркнув в приборе, нет установленных элементов питания. Практически не видно отклонения стрелки. Оно на самом деле есть, если присмотреться или приблизить. Показания меньше единицы, они соответствуют порядка 0,1-0,15. Вот 0,1-0,15, 0,2 мы умножаем на наш делитель и получаем соответствующее значение. Здесь, конечно же, играет роль не только изменение внешней освещенности за окном на улице и поступающей, соответственно, через оконные проемы в аудиторию, но и погрешность, учитывая то, что мы с очень большим делителем 1000 пытаемся измерить не столь большую величину освещенности в помещении. Если бы это были большие значения при ярком солнце, когда это все измеряется там 40-50 тысяч и выше, тогда такой погрешности бы у нас не было. Вот такой прибор, его работа. В принципе, данные приборы до сих пор еще выпускаются промышленностью. Их можно, в общем-то, и купить, и найти, и бэушные. Вот приборы достаточно точные. В принципе, что приборы U117, что приборы U116, что приборы U115 применяются все-таки на производстве для измерения освещенности на рабочем месте. Но на сегодняшний день уже есть приборы достаточно современные, которые пришли им на замену, легкие в использовании, не требуют установки различных насадок и тому подобное. Обзор такого прибора есть на нашем канале. Кому интересно, посмотрите. Я сделал обязательно еще один обзор современного прибора. Спасибо за внимание. Кому было интересно, ставьте лайки. У кого есть какие-то вопросы, пишите комментарии. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok